Итак, нам необходимо обработать видео в программе KineMaster. Открываем эту программу у себя на телефоне. Появляется вот такой экран. Нажимаем на плюс, большую кнопку плюс слева. Программа предлагает видео в трех разных форматах. Формат 16 на 9 необходим для того, чтобы закачать видео на YouTube. Формат 9 на 16 подойдет, если в Инстаграме закачать видео на канал IGTV. Если просто выложить пост в Инстаграме, то подойдет формат 1 к 1 квадрат. Нажимаем на него. Открывается вот такой экран. Вот тут справа есть меню, сверху написано мультимедиа. Нажимаем на мультимедиа и предлагает выбрать видео. Какое видео? Допустим, вот это вот видео. Нажимаю справа галочку наверху. Это видео у нас выбрано. Вот у нас оно выглядит неправильно, расположено не горизонтально, а вертикально. Перешли на начало видео и нажимаем на этом видео, кликаем. Появляется справа меню. Меню тех действий, которые можно с этим видео осуществить. Сначала двигаем и вот красным повернуть зеркальное изображение. Нажимаем на нем. Можно повернуть. Либо сделать зеркальное изображение вот так вот туда-сюда, если есть в этом необходимость. Либо развернуть. Вот я вот так делаю. У меня оно крутится. Повернуло. Нажимаю сверху галочку. Оно повернулось. Теперь мы видим, что сверху и снизу осталось пустое место. Для того, чтобы этого пустого места не было, необходимо кадрировать. Сейчас во меню справа, наверху, рядом с ножницами, между ножницами и громкоговорителем, громкостью, нажать на кнопку вот эту. И пальчиками двумя выбрать то место, которое будет можно вот так сдвинуть, можно вот так сдвинуть. В общем, убрать все лишнее и оставить то, что будет в кадре. Пишу начальное положение и конечное положение равно. Они должны соответствовать друг с другом. Нажимаю галочку. Все. У меня произошла обрезка видео под нужный мне формат. И еще. Если вы заранее прикинули и знаете, что после обрезки вашего видео обрежется, например, что-то лишнее, или вы хотите, чтобы после обрезки останутся как бы незаполненные края, сейчас я покажу один момент. Опять же, нажимаем плюс, выбираем формат, один к одному, квадрат. Нажимаем мультимедиа. И сначала первым планом надо добавить фон. Вот сейчас вот в этом меню слева наверху написано фон. Нажимаем фон и выбираем фон. Например, я вот люблю вот эти вот пузырики. Нажимаем галочку. И теперь уже нажимаем слой. И в слой сверху опять написано мультимедиа. Нажимаем мультимедиа и выбираем наше видео. То же самое видео возьмем. Того же самого зайчика. Вот видите, оно уже пошло вторым слоем. Внизу остался фон. Нажимаю галочку. Выбрали. Так, теперь наше. Будем работать с нашим вот этим видео, вторым слоем который. На нем нажимаем повернуть опять так же. Так, у меня вылезло. Так, нажимаем повернуть. Вот оно развернулось. Нажимаем галочку. Все, нас устраивает. Теперь будем его двигать по размеру, какой нам нужен. Опять же, вот, например, нам нужен, чтобы цветочек влез. В первом моем варианте цветочек не влез, а он обрезался. Сейчас у меня цветочек влезает. Сверху и снизу остается пустое место. И пустое место оно будет не черным, как было бы изначально, а будет цветом фона. Вот он фон. Только этот фон надо растянуть на длину всего второго видео. Вот так вот берем и двигаем, и тянем. То есть, чтобы по всей длине вашего видео до самого конца был этот фон. Вот так. Все, теперь наше видео обрезано так, как нам надо. Цветочек виден, но сверху и снизу будут не черные пятна, а пятна фона. Нажимаем галочку. Запомнилось.